У каждого народа существует свое сакральное место силы, связанное с родовой памятью, мудростью предков и многовековой историей. Некоторые из них уходят корнями в такие дали прошлого, когда египетские пирамиды еще даже не начинали струить. Подобные места заставляют человека переоценивать свои взгляды на окружающий мир. Осознавать, что наша жизнь — лишь короткая вспышка, оставляющая свой яркий или тусклый след в бесконечной цепочке перерождений и воплощений. По мнению шаманов, тут каждый может попытаться войти в резонанс с наследием прошлых поколений, опыт которых не исчез бесследно, а остался в пространстве незримыми образами. Они записаны словно на диск компьютера в едином информационном поле, которое некоторые называют хрониками Акаши. Для русского человека таким местом стал Аркаим. Древнеарийский город, найденный благодаря невероятной случайности, едва не сгинувшей на дне нового водохранилища. Он преподнес историкам удивительную загадку 20-го столетия, значение которой полностью не оценено до сих пор. Я вообще считаю, что Аркаим — это величайший символ новой эпохи, духовный знак для русского народа. И он является собой символ возрождения духовного, так как это абсолютно конкретный, материальный, доказанный учеными факт, что наши предки имеют отношение к великой арийской культуре, к великой арийской традиции, и это наши корни. Все новое — это забытое прошлое. Уникальные вот эти артефакты, уникальные захоронения, которые показывают быт, жизнь наших предков. И, следовательно, если мы хотим жить здесь, на земле, стабильно, качественно, уверенно, мы должны держаться корней. Должны знать, какими были наши предки, что они делали, какой был их быт, какая была религия. Впервые Аркаим заметили в 1952 году, когда военные картографы проводили аэрофотосъемку. Позднее спутник-разведчик передал фотографию нескольких странных кругов, расположенных в этом районе. Но в то время на находку не обратили внимания. И лишь в 1987 году, когда территорию готовили к затоплению в связи со строительством Большекараганской плотины, отряд Уралоказахстанской археологической экспедиции под руководством Баталова и Мосина случайно обнаружил скопление необычных курганов, расположенных по определенной системе. Поднявшись в воздух на колхозном кукурузнике, который по счастливой случайности оказался поблизости, ученые были поражены. Их глазам предстало удивительное сооружение, состоящее из двух вписанных друг в друга кругов, с перемычками между ними. Стало понятно, они нашли остатки древнего, неизвестного никому города. Исследователям дали год, чтобы определить ценность этой уникальной находки, остановив строительство плотины, которая должна была уничтожить этот уникальный объект. Уже первые раскопки преподнесли ряд сенсационных открытий, которые совершили невероятное. Строительство плотины было полностью остановлено. И именно это решение позволило заполнить белые страницы в истории Ариев. Доктор исторических наук, советский и российский археолог Геннадий Борисович Зданович в одной из своих работ так оценивает значение открытия Аркаима. Архитектура Аркаима ничуть не менее сложна, чем архитектура Крита. Аркаим – это XVIII век до Новой эры. Есть даты XX век до Новой эры, но мы сейчас придерживаемся более осторожных оценок, XVIII и XVII века до Новой эры. Это современники Крита-Микенской цивилизации. Это среднее царство Египта. В общем, это очень далекая древность. Безусловно, это индоевропейцы. Одна из древнейших индоевропейских цивилизаций. Вероятно, это одно из звеньев индоиранцев. И, конечно, это та среда, то мгновение, о котором говорят как об арийской культуре. Это арии с их корнями, с их культурой. И это, безусловно, мир Овесты, мир Вет. То есть это мир древнейших пластов индийских и иранских источников. Причем это очень глубокие пласты, самые-самые древние корни. То есть это начало, это исток европейской философии и культуры. Аркаим оказался не только городом, но и сложнейшей обсерваторией, сравнимой по своему строению со Стоунхенджем. Российский археолог Константин Константинович Бустрышкин выявил ряд закономерностей между этими двумя историческими объектами. Аркаимская обсерватория, по мнению ученого, позволяла фиксировать 18 астрономических событий, 6 связанных с движением Солнца и 12 связанных с положением Луны. По мнению Константина Константиновича историю Аркаима необходимо было сдвинуть еще на тысячу лет в прошлое. А это уже 28 век до новой эры. В принципе, там могут быть два составляющих. Это только предположение. Как арка, которая связана с понятием радуга, свет, но вообще вхождение в теогоническое сакральное пространство, и има, то есть первый человек, который, в общем-то, умер на земле и который указал всем остальным, значит, дорогу на тот свет. Может быть и такое, но это только предположение. Потому что для того, чтобы уже с полным основанием говорить о чем-то, вполне возможно, потому что Аркаим – это все-таки обсерватория. Понимаете, это то, что связано со звездами, то, что связано со звездным небом, то, что связано с изучением, в общем-то, Вселенной. Архитектура Аркаима уникальна своей продуманностью и неповторимостью. Город поделен на две части массивными кольцевыми оборонительными стенами. Внешняя стена при высоте пять с половиной метров имела пятиметровую ширину. Попасть в город можно было через четыре прохода, самый большой из которых располагался с юго-западной стороны. Войдя в город, мы попадаем в единственную кольцевую улицу. Пройдя по ней по часовой стрелке, именовав 35 жилищ, мы подходим к узкому проходу во внутренний периметр, лежащий за второй, более высокой стеной. Здесь располагались еще 25 жилищ. Очевидно, во внутреннем кольце жили жрецы, а площадь использовалась для ритуальных тайных мистерий. На ней было обнаружено несколько больших кострищ. Археологические находки говорят о высоком уровне металлургии и металлообработки в древнем Аркаиме. Археологам удалось не только реконструировать древние плавильни, но и выплавить бронзу по древнеарийской технологии. Некоторые исследователи полагают, что древний город на самом деле был одним из множества заводов, который входил в империю древних ариев. По всем признакам это древний металлургический комбинат, в который свозилась руда, плавился металл, и из этого металла выплавлялись орудия производства, орудия труда и орудия защиты, которые потом распространялись по всей территории. Следы ведут с Аркаима в Средиземном море. Нам маршрут этот известен, сплавление этого металла по реке Урал. Аркаим славное место, доказывающее, безусловно, древность нашей цивилизации, нашего народа. Я сейчас говорю не столько о русском народе, сколько, кстати, о народе в более расширительном плане. Я допускаю, что там жили наши общие предки. Но таких Аркаимов было гораздо больше, чем один. Это всего лишь один из 200 известных аналогичных городов, распространенных на этой плата, на этой равнине, которая, в общем, называется в обиходе страной городов. И эти города были самых разнообразных видов форм и формаций. Среди них были квадратные, треугольные, круглые и любых других мыслимых и немыслимых форм. Вокруг Аркаима были обнаружены руины еще нескольких десятков городов. Среди прочих версий распространено мнение, что города были духовными центрами. Здесь жили и вершили обряды жрецы. Сюда собирались на священные празднества соплеменники со всей округи. Площадь в центре каждого из городов была их храмом под открытым небом. Добавьте ко всему этому сложную и продуманную внутреннюю планировку жилищ и кольцевых улиц. А также хитроумную ловушку для уничтожения непрошенных гостей на разъеме внешней оборонительной стены и другие фортификационные сооружения. А еще рациональную систему ливневой канализации. Даже цвета облицовочных материалов для древних аркаимцев были функционально и эстетически значимыми. Следы строителей аркаима ведут в Индию. Сюда на рубеже 3-2 тысячелетия до новой эры приходит неведомый ранее местному темнокожему населению белый народ, который называл себя ариями. Высокие светлокожие чужестранцы сразу же занимают высокое положение в древнеиндийском обществе, используя и применяя на практике неведомые раньше здесь технологии. Когда я рассказываю индусам, непальцам, о аркаиме, у них сразу же появляется желание посетить это место. У нас общепредки, это уже открыто, известно абсолютно, даже научные исследования, у нас абсолютно вот гены, та же гаплогруппа, крови и прочее, все даже абсолютно научно в это не надо верить. Ближе народов нет. Еще рерихи в свое время были очень мощные интеллектуалы, великие люди, я вот ими очень сильно горжусь. Мне приятно себя русским называть, во многом из-за таких имен. Они, собственно, открыли людям Запада, Восток, открыли Непал, открыли Тибет, открыли Индию. И они четко понимали, насколько близкое родство между Индией и Непалом и Россией. Прежде всего, санскрит, древний язык и русский язык имеют общие корни абсолютно. То есть здесь даже доказывать ничего не надо. Именно Арий приносит с собой в Индию одну из древнейших книг человечества – Ригведу. Удивительно, но на изображениях индийских богов, которым свойственны черные или совсем смуглые лица, присутствует светлокожий Рама. Или же бог Рудра – единственный из индийских богов, кого рисуют с русыми волосами. Ну, скажем так, если крупнейший лингвист 1-й, 3-й, 20-го века Мейе говорит о том, что славянские языки, в частности, русский язык – это индоевропейский язык в своем естественном развитии, в отличие от будущих германских, романских языков, особенно латыни и того же самого греческого, и что он, естественно, продолжает развитие этого языка. Если крупнейший санскритолог Индии Дурга Прасад Шастре на конференции в Алахабаде в 1964 году заявил, что если бы его спросили, какие два языка в мире наиболее близки друг к другу – это русский и санскрит. Если один из ведущих санскритологов первой половины 20-го века, Рахула Санскритьяна, который преподавал в Ленинградском университете, не написал свою книгу «От Волги до Ганги», и, наконец, наш же, великий, я считаю, лингвист, Васо Абаев, который говорил, что через тысячелетия пронесли и индийцы, и иранцы память о своей прародине и о своей священной реке Волге. О чем мы с вами говорим? Меня как-то спросили, что во время одной из конференций у нас онлайн, спросили, что же, русские вообще не от нас? Я ответила, и не беру свои слова обратно, это протоэтнос. То есть здесь, на территории классической, так сказать, Великой Руси, сохранилось то население, которое несло вот эти вот ранние индоевропейские традиции через тысячелетия. Примерно в это же время арийцы приходят в Древнюю Персию, основывая там учение «Зороастризм» пророка Зоратустры. В священном трактате «Авеста» говорится, что Зоратустра не был жителем Ирана. Он пришел из далекой страны, и этот мир был для него чужим. Тем не менее, он принес с собой из далеких земель мудрость, которая вскоре стала государственной философией. Они ушли не только в Индию и Иран, хотя большая масса, то есть кавказская часть, она ушла в Иран, а южноуральская ушла в Индию. Но дело в том, что мы же видим следы этой культуры не только в сторону Индии, точнее не мы, а археологи видят, а мы уже анализируем их результаты. Мы видим продвижение этой культуры в сторону Сибири, южной Сибири и Горного Алтая. Это же все прекрасно наблюдается. Это позволяет сделать вывод, что исход был именно ариев, скифов. И эти гаплорупы, они как раз в этих регионах и просматриваются. А если говорить об археологической культуре, то тут просматривается афанасьевская археологическая культура. Не меньше загадок скрыто в гибели Аркаима. Он был уничтожен пожаром. Но археологам не удалось обнаружить никаких личных вещей жителей Аркаима, что говорило бы о внезапной трагедии, застигнувшей их врасплох. Значит, население Аркаима ушло из города осознанно, забрав с собой все ценные вещи. Какие же истинные причины ухода ариев с Южного Урала? В древнеиндийских эпосах, допустим, как Рамаян, Махабхарата, там описываются войны. И абсолютно есть уже исторические подтверждения того, что это не просто метафора, это не просто символ. Это абсолютная реальность. Вот как трактует события, происходившие в Аркаиме и стране городов, доктор философских наук Валерий Демин. В своей книге «От ариев к русичам», опираясь на мифологию, он объясняет, почему опустили города ариев и куда ушли их жители. Жрецы Аркаима во главе с Парашурамой и их сторонники, находившиеся на Южном Урале в благоприятных климатических условиях, придерживались догматической позиции и не разрешали нарушать установленные законы. В частности, запрет на употребление в пищу мяса животных. В это же время жрецы Восточной Рассении понимали неизбежность внесения изменений в законы. Тогда Парашурама решился на репрессивные меры. Казни непокорных только озлобили большую часть населения Рассении. Недовольные уходили в леса и создавали отряды для борьбы с властью. Затем началось всеобщее восстание в Восточной Рассении против Парашурамы и его сторонников. Два враждебных войска сошлись на поле урикшетра. Произошло грандиозное сражение, позднее красочно описанное в эпических произведениях Индии. В этом сражении Парашурама и его сторонники потерпели поражение и вынуждены были двинуться на русскую равнину и в Дравидию, которая тогда включала современную Индию, Пакистан, Афганистан и часть Ирана. Разумеется, они не хотели рассказывать правду о своем поражении, и поэтому в эпических произведениях зашифровали сведения о нем, как и многие другие знания. Моя точка зрения, нельзя рассматривать только один вариант или одну гипотезу, что это именно были военные действия. А почему мы не рассматриваем такой вариант, как, допустим, природные катаклизмы явления? Их же тоже надо учитывать. Периодически они происходят на земном шаре, хотя и вот мы видим, что с приходом другой гоплогруппы, Р1-Б, были действительно перемещения в Европе немалые. Есть культура там разбитых черепов и так далее. Не видно, что есть массовое захоронение с пробитыми черепами, еще каменными топорами. Арийская культура, создав на своем пути множество удивительных памятников, не оставила исследователям никаких письменных источников. В этом скрыта еще одна важная загадка строителей Аркаима, которые, возможно, использовали иные формы хранения и передачи информации. Вы знаете, наверное, все-таки, коль скоро у нас на русском севере сохранилось огромное, теперь я с полным основанием могу говорить, не просто много, а огромное количество, в общем-то, санскритских терминов, и они используются в значительно более широком диапазоне, чем в классическом санскрите, то есть где здесь мама, где здесь дочка, условно говоря, то, в общем-то, можно сказать, ну, я думаю, следующее, что, естественно, письменность была. Естественно, это могли быть черты и резы. Но все дело в том, что если сохранилось до 17 века, а в некоторых местностях Индостана до сих пор, традиция использовать березу как сакральный материал для письма, а береза не является породообразующим на территории Индостана, и есть только на высотах 2,5-3 тысяч метров, то есть надо подняться в горы, в те же самые Гималайи, ободрать эту березу Жакмона или березу Полезную, иметь запас березты для того, чтобы записывать запись о браках на бересте. Постольку-поскольку, ну, до 17 века, насколько я знаю, вообще считалось, что брак не будет в высшей касте законным, если запись о нем не сделана на бересте. Спрашивается, где береза могла оказаться материалом для письма? Только там, где береза является породообразующей. А это единственная территория, наша с вами родина, где уже больше 100 тысяч лет вообще существуют березовые леса. Письменность появилась значительно позже. Те же, допустим, веды, они стали записываться только уже в Кали-югу. Допустим, Биас, он великий гуру, великий риши, он, увидев, что происходит деградация в мире, он решил записать вед. До этого веды абсолютно были устными. Использовались различные символы, использовались различные цветовые коды, прежде всего, для того, чтобы ключевые моменты в рамках годового ритуала также зафиксировать. Главное – события в жизни народа. Поэтому все было устно. Так же, как вот у русских, собственно, вот эти сказания, предания, это все было устное, народное творчество. Письменность появилась уже значительно позже. Современный Аркаим является культурно-историческим памятником, куда из года в год съезжаются тысячи людей, каждый в поисках своего смысла. Одни из простого любопытства, а другие – в надежде вступить в духовный контакт с древними ариями. Аркаим является ключевым историческим символом, который объединяет в себе различные кусочки, разбросанные по всему миру мозаики. Он словно последний, самый важный фрагмент, делающий картину целостной и понятной. В этом его главная роль и миссия. В этом его сакральный смысл. Аркаим – это славная веха, история, частичка нашей истории. Но это маленькая, микро-частичка. А причину, или точнее, может быть, следы, где находятся истоки нашей древней мудрости, нашей древней цивилизации, нужно искать не в Аркаиме, потому что Аркаим был временным городом, не с него началась цивилизация, и не с него закончилась. На нем, на этом месте цивилизация задержалась всего лишь на одно-два столетия, не больше. А привлекла к себе внимание, как маленькая, короткая вспышка, достойная, яркая, удивительная для людей, которые впервые с этим столкнулись. Абсолютно четко понятно, это наши корни, и не только наши, кстати. Это корни и киргизов, и прочих тюркских народов, потому что у нас у всех одни корни. И также это корни и индусов, это корни и непальцев. Поэтому Аркаим имеет величайшее мировозначение. Путь из тысячи шагов начинается с первого, гласит древняя мудрость. Аркаим стал тем самым шагом, который открыл для нас широкую дорогу в историческое наследие нашего прошлого, которое может оказаться намного древнее и сложнее, чем пытается уверить нас официальная наука. И на этом пути нас еще ждет множество удивительных открытий, которые могут полностью перевернуть наше представление об истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Яркие путешествия, уникальные исследования, невероятные открытия. Каждый из нас мечтал о них в детстве, но лишь единицы смогли воплотить эту мечту в жизнь. Достояние планеты. Подключайся к тем, для кого мечта стала реальностью. Чтобы принять участие в одной из ближайших экспедиций, заходи на страницу Клуб путешественников на сайте достоянияпланеты.ру Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.